У Светланы Пронович до сих пор дрожит голос, когда она рассказывает о событиях, прошедшей пятницы, и показывает на стены, залитые водой. Говорит, самый обычный день превратился в кошмар в одно мгновение. Суматоху на улице женщина заметила не сразу. Гул спецтехники заглушал телевизор. К моменту прибытия подразделений в огне была часть дома по переулку Комсомольскому. Полыхали и сараи на противоположной улице, которые расположены буквально в метре друг от друга. Всему виной, уверяют соседи, люди без определенного места жительства. Пламя разожгла непотушенная сигарета. Впрочем, в этом предстоит разобраться специалистам. Пожар начался во дворе дома Науритского. Прямо за этим забором загорелся деревянный сарай. Следом за считанные секунды огонь перекинулся на кирпичный. Стихия успела добраться и до жилого дома, который разделен на три квартиры. Одну из них зацепила сильнее всего. От самого огня никто не пострадал. Но, со слов очевидцев, ЧП стало ударом для хозяина. Его забрала скорая. Спасатели справились с данным возгоранием в считанные минуты, не дав пламени распространиться и на другие соседние строения. В результате пожара уничтожен один сарай деревянный, повреждено некоторое имущество в другом сарае. Накануне в Бобруйском районе произошел еще один пожар. В поселке Ленина горела баня. К счастью, в этом случае хозяева вовремя среагировали. Пламя не успело перекинуться на соседние строения, которые находились всего в нескольких метрах. Однако без ремонта не обойтись. Пострадали крыша и стены.